И сегодняшняя лекция будет посвящена депрессиям и не только депрессиям, но и всем психическим расстройствам, которые могут быть связаны с сахарным диабетом, проявляться у пациентов с сахарным диабетом. Мы поговорим в общем о том, что такое психиатрия, развеем мифы о психическом здоровье, коснемся симптомов, депрессивных, тревожных расстройств, методов лечения, а также методов профилактики и самопомощи. И, собственно, первый вопрос, которого я бы хотел начать, это вопрос, что же все-таки лечат психиатры. Ну, понятно, что психиатры лечат психические расстройства, и если мы посмотрим, откроем современную психиатрическую классификацию, то мы увидим огромное количество рубрик психических расстройств. При этом, если говорить о пограничной психиатрии, той психиатрии, в которой я работаю, то это порядка 10-11 рубрик. Если упростить, то можно сказать, что психиатры из области пограничной психиатрии занимаются лечением тревожных расстройств, стрессовых расстройств, расстройств настроения и дезадаптивных личностных черт. А если посмотреть на это все правдиво, то у каждого пациента, который к нам обращается за помощью, есть те или иные симптомы, связанные как со стрессовыми, так и с эффективными расстройствами. У них выявляются личностные черты, которые мешают им адаптироваться и которые приводят к развитию этих расстройств и к патологическим реакциям на стресс. Если мы посмотрим на выявляемость психических расстройств в мире, это по данным Всемирной организации здравоохранения, данные за 2017 год, в доковидную эру, сейчас, скорее всего, эти цифры будут немножко другими, то в нашей стране психические расстройства являются примерно у 11% жителей. При этом, если мы посмотрим данные других стран, то этот показатель может достигать 20%. И если мы посмотрим данные Министерства здравоохранения, то в основном пациенты обращаются в психоневрологические диспансеры в связи с психотическими расстройствами, с умственной отсталостью, олигофрениями, шизофренией, а расстройства непсихотического характера занимают последнее место, это порядка 300 тысяч человек. Другие же данные, наоборот, указывают на то, что порядка 10 миллионов человек в нашей стране болеют теми или иными непсихотическими, психическими расстройствами, это в основном депрессивные и тревожные расстройства. Почему такая большая, почему такая существенная разница в цифрах? Дело все в том, что, к сожалению, в нашей стране существует масса мифов относительно психиатрии, и у нас, ну и на Западе, психиатрия какое-то время была карательной, было очень много злоупотреблений, и вот эта стигматизация, она сохранилась, к сожалению, и до сегодняшнего дня. И какие же существуют мифы о психиатрах, мифы о психиатрии? Но прежде всего, некоторые считают, что, многие считают, что психические обращения к психиатру, в результате которого человек, который обращается к психиатру, становится потерянным для общества. На самом деле это не так, и очень многие посттравматические стрессы вырастут, депрессивные расстройства, они, да, они мешают жить, они во многом мешают адаптироваться, но при адекватном лечении такие люди, они могут спокойно адаптироваться в обществе, эти симптомы могут уходить, и люди могут жить полноценной жизнью. Психически больные люди опасны для общества. Ну, да, к сожалению, есть некоторые расстройства, и их на самом деле очень мало, при обострении которых наши пациенты могут представлять какую-то опасность для себя и для окружающих. Но если этот человек попадает в наше поле зрения, получает адекватное лечение, все психопатологические симптомы проходят, то уже в последующем человек возвращается в общество, в семью, и ведет, собственно, нормальную жизнь. Еще один миф заключается в том, что психические расстройства неизлечимы, и люди обречены постоянно принимать лекарственные препараты, обречены на инвалидность. Тоже миф, который не отражает реальность, потому что проводилось множество исследований, которые показывают, что большинство наших расстройств излечимы, можно добиться хорошей ремиссии, во многих случаях можно добиться выздоровления, и потом полностью отказаться от приема медикаментозной терапии. И лечение в психиатрии делает человека овощем. К сожалению, часть наших препаратов действительно обладает седативным эффектом. Некоторые препараты вызывают нейролепсию, из-за чего создается впечатление, что человек становится каким-то безэмоциональным. Но это в основном старые препараты, которые в нашей практике используются уже достаточно редко в резистентных случаях. И новые поколения препаратов, как правило, не вызывают такие нежелательные эффекты, а если вызывают, то они достаточно временные, длятся около недели-десяти дней, и потом постепенно сходят на оболе, то есть человек к ним адаптируется и принимает эти лекарства, продолжает жить нормальной жизнью. Ну и психиатр поставит на учет и лишит дееспособности. Это очень частый мир, с которым я очень часто сталкиваюсь в своей работе, потому что действительно очень многие боятся к нам обращаться из-за этого. На самом деле, с 1993 года такого понятия, как психиатрический учет, уже не существует. Пациенты, когда обращаются к психиатру, они могут проходить наблюдение как консультативное, так и динамическое. Динамическое наблюдение требует те пациенток, чьи расстройства протекают хронически, и им требуется постоянное наблюдение и какая-то медикаментозная поддержка длительная. В большинстве же остальных случаев это консультативное наблюдение, которое ни к чему не обязывает, никак ни в чем не ограничивает. При этом ни динамическое, ни консультативное наблюдение ни в коей мере не ограничивают пациента в каких-либо правах и не лишают дееспособности. Для того, чтобы лишить человека дееспособности, необходимо пройти массу инстанций, в том числе и судебных. И далеко не всегда это делается. И в этом нет необходимости. Если же человек захотел обратиться к нам за помощью, то очень часто может он откладывать это. И с чем это может быть связано? Это может быть связано также с какими-то дисфункциональными установками. Но прежде всего это проблема стигматизации. То есть человек боится, что кто-то другой узнает его диагноз. На самом деле врач-психиатр не имеет права никому разглашать диагноз обратившегося к нему пациента. Он даже не разглашает факт обращения к нему, за исключением каких-то ситуаций, которые могут быть предусмотрены законом. И поэтому если человек никому об этом рассказывать не будет, то соответственно и сам факт обращения к психиатру останется неизвестным. И еще одна дисфункциональная стратегия заключается в том, что пациент считает, что ему не очень нужна помощь психиатра, если у него какие-то тревожные, депрессивные расстройства, потому что успокоительные таблетки можно купить в аптеке без рецепта. Да, действительно, в аптеке мы можем купить различные настойки растительных препаратов. Есть таблетки, есть успокоительные препараты, которые продаются без рецепта, но в данном случае они используются только для оккупирования каких-то острых состояний, при этом не выходящих на психопатологический уровень и не относящихся к какому-либо психическому расстройству. То есть, если человек сильно нервничает по поводу какого-то экзамена, то он действительно может выпить какой-то успокоительный препарат и при этом и успокоиться. Однако в случае наших психических расстройств, тревожных, депрессивных, стрессовых, личностных и так далее, необходимо назначение лекарственных препаратов, которые имеют свои собственные показания, свои собственные противопоказания, свои собственные нежелательные эффекты, и оценить, насколько этот препарат может подходить каждому конкретному пациенту, может только врач. И это касается не только наших психотропных препаратов, это касается и других препаратов, в том числе и антигипертензивных, противодиабетических и так далее и тому подобное. Еще многие считают, что быть психически нездоровым человеком – это стыдно, и иметь психиатрический диагноз – это стыдно. Но на самом деле, действительно, раньше, много лет назад, наша специальность была очень сильно стигматизирована, и люди боялись обращаться к психиатрам, и если обращались, то и соседи узнавали об этом, то думали, что вот он, ку-ку и так далее. Но на самом деле, то, что люди не обращаются к психиатрам, то, что люди не обращаются за помощью, ни в коей мере не исключает того, что у них имеются те или иные расстройства, которые их беспокоят. Но просто-напросто они пытаются находить, они пытаются сами с ними бороться, причем далеко не всегда успешно. Очень часто многие прибегают к помощи алкоголя, что во многом даже усугубляет течение этого расстройства и приводят потом к развитию очень многих соматических осложнений. Ну и к тому же, стоит сказать, что в наше время заниматься своим психическим здоровьем – это модно, потому что если человек занимается им, если человек занимается профилактикой психических расстройств, если какие-то депрессивные или стрессовые расстройства возникают, он обращается за помощью к психиатру, к психотерапевту, то значит этот человек более эффективен в работе, нежели чем тот, кто отрицает у себя наличие какого-то из наших расстройств и, соответственно, ничего с этим не делает. Ну и сейчас я бы хотел поговорить о том, каким же последствиям приводят нелеченные психические расстройства. Ну, прежде всего, это социально-экономические последствия, которые заключаются в том, что у людей снижается эффективность работы, они чаще прогуливают работу, и они уже не справляются с теми задачами, с которыми справлялись до их дебюта. Это ухудшение здоровья. Да, мы понимаем, надо понимать, что психические расстройства, по сути дела, являются выражением, основными симптомами болезни головного мозга. Да, но, как мы знаем, головной мозг, он управляет очень многими функциями в нашем организме, он управляет практически всем, и если идет нарушение на уровне мозга, то, скорее всего, нарушаются функции других органов и систем. И действительно, психические расстройства, нелеченая депрессия является предиктором развития инфарктов миокарда, инсультов, артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и прочих других соматических заболеваний. При депрессивных и тревожных расстройствах ухудшаются когнитивные функции, память, внимание, снижается интеллектуальный потенциал, и такие пациенты уже не могут воспринимать так же ясно всю информацию, они не могут быстро реагировать на те или иные изменяющиеся факторы внешней среды. И некоторые даже с трудом читают и прекращают читать, потому что они не всегда понимают прочитанное. Изменения личности и характера также могут быть связаны с длительным течением нелеченых психических расстройств. Вот, например, возьмем, к примеру, нелеченную депрессию, которая у человека может длиться годами. Он практически замкнут, ни с кем не общается, ходит постоянно угрюмый, не может получать от чего-либо удовольствия. Да, через лет 6, 7, 8 он обращается к нам за помощью. Мы назначаем антидепрессанты, депрессия начинает проходить, но при этом вот те поведенческие паттерны, которые у него сформировались за 10 лет болезни, они никуда не уходят. И, собственно, для того, чтобы уже их переломить, необходимо приложить очень серьезные усилия со стороны психотерапевтов. И, к сожалению, у нас чаще всего, конечно, это удается сделать, но, к сожалению, в ряде случаев это не всегда удается сделать, и эти паттерны, они сохраняются уже на всю жизнь. Суицидальный риск. Депрессии, тревога являются значимыми предикторами развития суицидального риска, суицидальности. У них повышается риск суицидальной попытки и завершенных суицидов. Ну и в целом снижение качества жизни. Действительно, вот если посмотреть на все эти последствия, то качество жизни таких пациентов и оно оставляет желать лучшего. Здесь на слайде представлена табличка, тоже ВОЗовская табличка о глобальном времени различных болезней. И мы можем видеть, что депрессивное расстройство, тревожные расстройства, депрессив дизодер или анкзайти дизодер, они выделены красными кружочками, наравне с сахарным диабетом входят в первую двадцатку болезней, которые связаны с высоким риском инвалидизации и нетрудоспособности. Если мы посмотрим на зеленые строчки, то есть это причины нетрудоспособности, связанные с внешними причинами. И селф-харм или самоповреждение входит в первую тройку этих причин. А как мы понимаем, что самоповреждающее поведение является одним из симптомов очень многих психических нарушений. Теперь давайте посмотрим, насколько же часто психические расстройства встречаются при сахарном диабете. Здесь я говорю не только про депрессию, здесь я говорю и про тревожные расстройства, про личностные расстройства, про различные стрессовые, самотоформные и так далее. И как показывают результаты достаточно крупных научных исследований, практически чуть меньше, чем у половины пациентов с сахарным диабетом выявляется хотя бы одно психическое расстройство. При этом риск, их риск в три раза выше у людей с сахарным диабетом, нежели чем по сравнению с общей популяцией. При этом у людей с сахарным диабетом и психическими расстройствами наблюдается повышенный риск совершения суицидальной попытки. И как же влияют и влияют психические расстройства на жизнь человека с сахарным диабетом? Ну, прежде всего, приводят к недостаточной приверженности к лечению. Если мы посмотрим на депрессивных пациентов, то такие люди думают, ну, зачем им что-то, они чувствуют дисперспективность своего будущего, а если в будущем нет ничего хорошего, то зачем, собственно, и проходить и связываться с лечением каких-то других сопутствующих заболеваний. Такие люди очень часто забывают контролировать уровень глюкозы. У них повышенный риск развития кетоацидозы и, как следствие, повышенный риск госпитализации в реанимационное отделение. Они значимо чаще госпитализируются в стационар и проводят там больше времени в связи с обострениями каких-то других сопутствующих соматических заболеваний, будь то артериальная гипертония, будь то ишемическая болезнь сердца, будь то различные диабетические поли нейропатии и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, у них высокий риск преждевременной смертности. Я, говоря о влиянии тревоги и депрессии, да, и указывая все эти факторы, я говорю о влиянии нелеченной тревоги и депрессии. И если, конечно же, мы будем бороться с этим, профилактировать и лечить, то все эти негативные последствия, конечно же, можно нивелировать. Чуть дальше в лекции пойдет речь о, собственно, о самих психических расстройствах. Я хотел немножечко рассказать и определиться с терминологией. Мы будем говорить о диагнозе психиатрического расстройства, то есть это тот диагноз, который выставляется врачом-психиатром на основании клинического обследования и структурированного интервью. Мы будем говорить о симптомах тревоги и депрессии, то есть это клинически значимая тревога и депрессия, но которая не подпадает под критерии какого-либо психиатрического диагноза. Мы также будем говорить о связанном с диабетом дистрессом, то есть это чувство эмоционального бремени, которое ассоциировано с различными факторами, связанными с диабетом, будь то лечение, профилактика и так далее. Ну, прежде всего поговорим про депрессии. Какие у нас бывают варианты депрессии? Существуют два типа депрессии, которые в современной классификации, прежде всего это депрессивный эпизод, о котором мы поговорим чуть ниже, и дистемия, то есть это, по сути дела, хроническая депрессия. Здесь на слайде представлены симптомы депрессивного, единичного депрессивного эпизода у пациентов с симптомами единичного депрессивного эпизода, и они разделяются на несколько подгрупп. Первая подгруппа – это так называемая подгруппа, связанная с настроением, и в нее входят такие симптомы, как подавленное настроение, а также невозможность получать удовольствие от каких-либо ранее любимых занятий или снижение интереса к этим занятиям. В подгруппы, связанную с убеждениями и поведением, входят такие симптомы, как снижение концентрации внимания, убежденность в своей никчемности, постоянное чувство вины. Оно может быть, конечно же, обоснованно, но оно очень сильно гипертрофировано. Безнадежность в отношении будущего, а также мысли о смерти и суицидальные мысли. В кластер, который связан с соматическими симптомами депрессии, входят нарушения сна, изменение аппетита и веса. Это может быть как сниженный аппетит с потерей веса, но чаще всего это повышенный аппетит с прибавкой массы тела. Такие пациенты могут находиться либо в состоянии психомоторного возбуждения, не могут найти себе места, постоянно ходят из угла в угол, либо же наоборот, очень часто заторможены и не могут, и говорят, и произносят слова очень медленно. И, естественно, у таких пациентов одна из наиболее частых жалоб – это снижение энергии или повышенная утомляемость. Если мы будем говорить о различных вариантах течения депрессивных эпизодов, то мы можем говорить о так называемой униполярной депрессии, то есть когда у пациента в течение жизни выявляются несколько депрессивных эпизодов. Вот они показаны на этой картинке. И биполярной депрессии – это вот этот рисунок, когда у пациента помимо депрессивных эпизодов выявляются так называемые эпизоды подъемов. Это мании, мании или гипомании. И, конечно, это является уже признаком биполярно-аффективного расстройства. И если дать характеристику маниакальным или гипоманиакальным эпизодам, то это состояние, которое характеризуется с одной стороны таким приподнятым настроением, может быть даже раздражительным настроением с повышенной активностью или несвойственным для человека приливом энергии. У таких людей обнаруживаются чаще всего быстрая речь, ускорение мыслей и ассоциации, какая-то чрезмерно повышенная самооценка и ощущение величия. У таких людей снижается потребность во сне, им очень сложно сконцентрироваться на чем-либо, потому что их внимание постоянно переключается с одного фокуса на другой. Не склонны к импульсивному и безрассудному поведению и к сексуальной расторможенности или же чрезмерной общительности. При этом стоит сказать, что маниакальные симптомы, которые здесь показаны, это достаточно серьезные состояния, которые во многом могут потребовать госпитализации в психиатрический стационар. Но есть еще такие состояния, как гипомония, то есть выраженность этих симптомов незначительна. Они могут не приводить к каким-то значимым нарушениям социального функционирования. И почему я об этом говорю? Потому что на самом деле депрессия в рамках униполярного расстройства или биполярного расстройства лечится по-разному. И те препараты, которые мы назначаем при рекуррентной депрессии, они во многом могут утяжелить течение биполярного расстройства. И поэтому, если у кого-то наблюдались похожие симптомы подъемов, то, конечно же, нужно акцентировать врачу свое внимание на этом. Другой вид депрессивного расстройства – это так называемое дистемическое расстройство. То есть, по сути дела, это хроническая депрессия, которая может длиться на протяжении двух лет практически без светлых промежутков. Она сопровождается всеми теми же симптомами, которые мы можем встретить при большом депрессивном эпизоде, за исключением разве что суицидальных мыслей и возбуждения заторможенностью. Но при этом оно действительно существенно ухудшает уровень функционирования и снижает качество жизни. И здесь на графике мы как раз видим вот эту дистемию, когда выраженность всех депрессивных симптомов не доходит до уровня большого депрессивного эпизода. Ну а теперь давайте поговорим о распространенности депрессии у пациентов, у людей с сахарным диабетом. Как показывают достаточно крупные эпидемиологические исследования, они выявляются у них в два раза чаще. И при этом в течение жизни у каждого четвертого человека с диабетом может развиться хотя бы один депрессивный эпизод. При этом депрессивные симптомы могут встречаться в 20-30% случаев, а уже диагноз депрессивного расстройства может быть выявлен у 11-15% случаев. Если мы посмотрим на то, при каких типах диабета чаще встречаются депрессивные расстройства, то мы можем увидеть, что это чаще всего диабет второго типа, и при этом чаще болеют депрессии женщины. Но такая же тенденция есть и в общей популяции. То есть если мы посмотрим общую популяцию депрессивных пациентов, то мы увидим, что женский пол также будет там превалировать. У людей с сахарным диабетом депрессия чаще всего начинается в среднем возрасте 40 лет. Человек переживает в течение жизни от 1 до 3 эпизодов. Если мы говорим про нелеченную депрессию, при этом продолжительность каждого эпизода составляет 23-27 месяцев. А количество всех месяцев, прожитых с депрессией, варьируется от 40 до 61. То есть представьте себе, от 3 до 5 лет своей жизни человек с сахарным диабетом может прожить в состоянии депрессии и с достаточно плохим качеством жизни. И если мы посмотрим на то, как текут депрессивные эпизоды, то по мере увеличения количества депрессивных эпизодов, они становятся более продолжительными, а симптомы более тяжелыми. И при этом промежутки между депрессивными эпизодами становятся короче. И если, например, у человека более 3 депрессивных эпизодов в течение жизни, то в дальнейшем они могут перерасти в так называемую хроническую депрессию с выраженностью симптомов уровня дистемии. Но при этом на фоне этой дистемии могут возникать периоды, когда симптомы настолько обостряются, что депрессия становится... Прошу прощения, что симптомы настолько обостряются и что достигают уровня большого депрессивного эпизода. Давайте же посмотрим, как влияет депрессия на соблюдение принципов здорового образа жизни у людей с сахарным диабетом. И здесь на самом деле мы можем увидеть, что такие пациенты с большой депрессией значимо чаще придерживаются принципов нездорового питания, они значимо чаще едят сладкую пищу, значимо чаще употребляют жирную пищу и существенно реже едят овощи. Их физическая активность также существенно ниже, и они чаще курят. А как мы знаем, здоровое питание, умеренная физическая активность, отказ от курения является... точнее, и курение. А как мы знаем, здоровое питание, физическая активность и курение, отказ от курения является предикторами благоприятного течения сахарного диабета. Я прошу прощения. Извините, пожалуйста. Еще одно расстройство, в котором очень часто встречаются как люди с сахарным диабетом, так и без него, это так называемое генерализованное тревожное расстройство, которое характеризуется наличием выраженной тревоги в виде общих опасений и значительного беспокойства по поводу различных нежелательных повседневных событий в жизни. Будь то... Эти события могут касаться здоровья, семьи, работы и так далее и тому подобное. При этом у таких пациентов очень часто выявляются дополнительные симптомы в виде ощущения мышечного напряжения, неусидчивости, различного плана вегетативное нарушение. Они испытывают субъективное чувство нервозности, им сложно концентрировать внимание, и у них нарушен сон. При этом, если мы посмотрим на структуру тревоги, будь то патологическая тревога в рамках генерализованного тревожного расстройства, будь то нормальная тревога в рамках какой-либо реакции на стрессовые ситуации, то на самом деле, прежде всего, у человека возникают мысли о том, что что-то может произойти плохое. В ответ на эти мысли реагирует тело и возникают различные планы вегетативные симптомы в виде тахикардии, повышенного артериального давления, потливости, расстройств пищеварения и так далее. И потом это уже все реализуется на уровне поведения, где человек либо должен убежать, либо каким-то образом защищаться, либо замирать. Почему я говорю про эти три стратегии поведения? Дело все в том, что тревога является тем самым, той самой стратегией, которая помогает человеку, тем самым, я прошу прощения, дело все в том, что тревога является той самой эмоцией, которая помогает человеку реагировать на опасность. И если он, например, видит опасность, то его организм готов либо замирает, то есть прячется, либо же убегает, либо же бьет. Давайте посмотрим, насколько же часто встречается тревога у людей с сахарным диабетом. Примерно у каждого пятого человека с сахарным диабетом выраженность тревоги достигает уровня генерализованного тревожного расстройства, а симптомы тревоги встречаются практически у 50% человек. Нет никакой разницы в распространенности тревожных расстройств у пациентов с сахарным диабетом первого и второго типа, но при этом риск развития тревоги у людей с диабетом на 122% выше, чем в общей популяции. И, к сожалению, в большинстве случаев симптомы тревоги могут носить хроническое течение. Давайте посмотрим, как испытывают тревоги люди с сахарным диабетом. И какие же страхи могут быть при диабете. Но прежде всего это страх перед гипогликемией. К чему же приводит этот страх? Пациент беспокоится по поводу того, что у него может снизиться уровень сахара в крови. Из-за этого он пытается намеренно поддерживать более высокий уровень глюкозы, что, естественно, также носит определенный вред. У человека может быть страх долгосрочных осложнений сахарного диабета. Это чувство стыда. Из-за этого он испытывает чувство стыда, беспокойства по поводу их возникновения или значительного осложнения. Потому что, как мы понимаем, что некоторые из этих симптомов, некоторые из осложнений могут оказывать не очень благоприятное влияние на внешний вид человека. Из-за этого у него возникает чувство фатализма, неизбежности этих осложнений. А если у человека есть ощущение неизбежности, то зачем тогда с этим бороться и зачем тогда что-то с этим делать? Другие же пациенты очень боятся переходить на инсулинотерапию и отказываются от этого. Как показывает статистика, что порядка 30% людей с сахарным диабетом второго типа отказываются переходить на инсулин из-за этих страхов. Какие же это могут быть страхи? Да, прежде всего, некоторые могут считать, что инсулин – это сбой в управлении поведением. И на самом деле им приходится переходить на инсулинотерапию только из-за того, что они как-то себя неправильно ведут. Еще один страх – это связан с тем, что если мне назначают инсулин, значит мой диабет плохой, значит диабет мой прогрессирует, и значит я скоро умру. Хотя на самом деле, может быть, это далеко не так. Другие боятся социальных последствий инсулинотерапии, боятся того, что окружающие могут увидеть, что они кулят себе инсулин и ощущают из-за этого стыд и вину. И, естественно, некоторые боятся того, что инсулин может существенно ограничить повседневную активность. Помимо тех расстройств, о которых я описал выше, пациент или человек с диабетом очень часто может сталкиваться с так называемым диабетическим дистрессом. Что это такое? Это эмоциональная реакция на факт наличия сахарного диабета и факт его лечения. И, как правило, эта реакция может быть связана с тем, что пациенту не всегда легко ухаживать за собой, не всегда легко выполнять какие-то процедуры, связанные с лечением сахарного диабета. Им приходится очень часто посещать врачей-специалистов. Они часто воспринимают, воспринимают социальные поддержки, то есть им кажется, что они остались одни и чувствуют беспомощность и несостоятельность. Из-за этого они становятся разочарованными. Параллельно с этим присоединяется подавленное настроение и тревога, а также чувство бессилия. И, как показывают результаты научных исследований, практически у каждого третьего взрослого человека с сахарным диабетом, как первого, так и второго типа, выявляются достаточно высокие уровни диабета, дистресса, связанного с диабетом. Еще одна проблема, с которой сталкиваются пациенты с сахарным диабетом, это связанное с ним выгорание. То есть это когда человек достаточно долго болеет им, но при этом заболевание может течь не всегда легко, и у человека теряется мотивация к самопомощи, к самообслуживанию, к приему препаратов. Он перестает о себе заботиться, из-за этого возникает уверенность в неспособности справиться с сахарным диабетом и неоднократные разочарования, связанные с изменениями уровня глюкозы либо же гликированного гемоглобина. И на самом деле все это приводит к тому, что люди с сахарным диабетом перестают принимать назначенные лекарства, перестают посещать врачей, что во многом еще больше усугубляет его течение. И если мы посмотрим на эту картинку, то на самом деле мы увидим, что с одной стороны вот эти три состояния, связанные с диабетом дистресс, психологические симптомы и психические расстройства, представляют собой определенного своего рода континуум, а с другой процесс, при котором одно состояние переходит в другое и переходит в третье. То есть сначала у человека возникает стресс, он стрессует по этому поводу, потом на фоне хронификации этого стресса появляются различные планы психопатологические симптомы и уже в дальнейшем развивается психическое расстройство. Скорее всего это будет либо же депрессия, либо же тревога. Стоит отметить, что исследования показывают, что не только сахарный диабет является фактором риска развития психических расстройств, тревожно-депрессивных расстройств, но и сами по себе тревожно-депрессивные расстройства существенно увеличивают риск развития сахарного диабета. И если мы посмотрим на эту картинку, то мы увидим, что депрессия, что диабет разделяют очень много общих факторов риска. Например, это повышенный уровень гликированного гемоглобина, отягощенный анамнез по психическим расстройствам, женский пол, низкий уровень дохода, высокоуглеводная диета и высокий индекс массы тела. Более того, как мы знаем, очень многие пограничные психические расстройства возникают в ответ на какие-то тяжелые стрессовые ситуации или же в ответ на хронический стресс. И в нашем организме есть такая система, стресс-реактивная система, которая способствует развитию ответа на эти стрессовые ситуации. И сначала задействуется головной мозг, гипоталамус, гипофиз, который в свою очередь провоцирует выброс такого стрессового гормона, как кортизол. И в случае хронического течения, хронического стресса, высокий уровень кортизола становится практически хроническим. А сам по себе кортизол к чему приводит? С одной стороны, к тревожности, депрессии, а с другой стороны, к повышению сахара в крови. И это один из тех общих механизмов, который связан с этими двумя заболеваниями, расстройствами. Теперь давайте же посмотрим, с какими симптомами обратиться, как видят врач-эндокринолог или врач общей практики человека с сахарным диабетом. И, по сути дела, если человек с сахарным диабетом приходит на прием, он начинает на что прежде всего жаловаться? На боли, жжение, различного плана головокружения, а не менее, ухудшение зрения и прочие соматические симптомы. При этом чаще всего врач очень часто считает, что эти симптомы являются осложнением течения сахарного диабета или же связаны с какими-то сопутствующими заболеваниями. Так, в случае повышения давления означают антигипертензивные препараты, которые в данном случае работают, но не так хорошо, как хотелось бы. Какие-то другие препараты. Но если копнуть глубже, то может случиться так, что все вот эти симптомы, они связаны, они во многом могут быть симптомами не соматических заболеваний, а от тревожно-депрессивных расстройств. Потому что, например, не всегда легко человеку срефлексировать и понять, что его уже стало меньше что-то радовать. Пациент с депрессией, он может жалобы на плохое настроение практически не высказывать. У него могут быть жалобы на слабость, на нарушение сна, на нарушение аппетита. И уже при более подробном и более детальном расспросе собственно, по поводу того, насколько человек может получать радость от жизни, насколько его все-таки настроение бывает хорошим и так далее, можно выявить депрессию. Но иногда при небольшом количестве времени на осмотр это сделать достаточно тяжело. И, собственно, каким образом можно помочь себе понять, что есть депрессия. Существует несколько скрининговых опросников. Здесь один из них представлен, это опросник PHQ-9. Чаще всего они используются в соматических стационарах для скрининга большого депрессивного эпизода. Это достаточно простой опросник, он состоит из 9 вопросов, которые касаются тех симптомов, о которых мы говорили выше. Мы можем увидеть ранжирование депрессии по легкой, умеренной, тяжелой, крайне тяжелой степени. Ну и также, если человек набирает более 9 баллов, то вероятность того, что у него есть большой депрессивный эпизод, может составлять порядка 93%. И на самом деле, многие из вас могут найти в интернете этот опросник или сделать скриншот слайда и заполнить его, и посчитать количество баллов. Еще один опросник, о котором я бы хотел сказать, это опросник ГТР-7, это опросник генерализованного тревожного расстройства. Он также состоит из 7 вопросов и необходимо ответить, как часто вот эти симптомы присутствуют на протяжении последних двух недель, там никогда, несколько дней, более половины или практически каждый день. И тут также есть возможность ранжировать тревогу на степени тяжести, но если пациент получает, если количество баллов пациента при заполнении этого опросника составляет более 8 баллов, то с вероятностью 86% у него можно диагностировать тревожное расстройство. Его также можно найти в интернете, также можно сделать скриншот слайда, и также можно его заполнить и посмотреть свой уровень тревоги. Ну и вопрос, а что же делать, если у меня есть подозрения на депрессивное или на тревожное расстройство? Ну, на самом деле, здесь ответ очевиден, надо обратиться к врачу, потому что все, потому что эти опросники, это, конечно, все хорошо, да, но они ни в коей мере не заменяют клинического обследования, клинического интервью, и очень часто иногда симптомы тревоги и депрессии, они могут быть, собственно, связаны не с самими тревожными депрессивными расстройствами, а могут быть связаны с дисфункцией каких-то других органов и систем, например, с нарушением работы щитовидной железы. И врач-психиатр все это знает, отправляет на соответствующее обследование и назначает соответствующее лечение. И какие же существуют методы лечения психических расстройств? На самом деле их два. Это психотерапия и психофармакотерапия. Существуют еще не лекарственные методы, но они крайне редко используются, но они не всегда применимы в плане лечения пограничных психических расстройств. Они являются только дополнительными. Это, например, различная физиотерапия, лечебная физкультура и прочее. Сейчас я хотел поговорить о лекарствах и прежде чем мы о них поговорим, я бы хотел показать эту картиночку. Она не совсем понятная, но вы видите вот эти штрихи. Это трактография головного мозга. И тут мы можем видеть различные нейрональные пути. И на самом деле, с чем их можно сравнить? Их можно сравнить с электрическими проводами, по которым информация из головного мозга или внутри головного мозга, или в головной мозг, их можно сравнить с электрическими проводами, по которым, собственно, передается вся информация. И между нейронами, нервными клетками, существуют связи, и информация по этим связям передается при помощи таких веществ, которые называются нейромедиаторы. Здесь на слайде их можно увидеть в виде таких желтеньких ярких точек. И на самом деле, именно на эти нейромедиаторы во многом воздействуют современные препараты и современные антидепрессанты. Ну и хотелось бы сказать о трех из этих нейротрансмиттеров. Их называют моноаминами. Это норадреналин, который во многом отвечает за бодрствование, активность, интерес. Это серотонин, который отвечает за, по сути дела, за наши эмоции. И это дофамин, который во многом связан с удовольствием от жизни. И снижение концентрации или дисбаланс вот этих нейротрансмиттеров, он во многом связан с развитием как симптомов депрессии, так и симптомов тревоги. И, собственно, цель лечения выработать и привести все это к гармонии, к балансу между собой. На самом деле, эта схема, она очень механистичная, она дает только такое поверхностное представление, и все эти механизмы, естественно, они намного-намного глубже и намного-намного сложнее. Стоит сказать, что очень многие пациенты, когда к нам приходят, мы им назначаем антидепрессанты, собственно, приходят там через 2-3 дня и говорят, слушайте, доктор, вот вы мне назначили препарат, и я никакого эффекта не ощущаю. У меня нету такого хорошего настроения и так далее и тому подобное. Хочется сказать, что антидепрессанты это не эйфоретики. Сами по себе антидепрессанты никогда не приведут к эйфории, к хорошему настроению, за исключением, конечно, случая с биполярным расстройством. И если человек без депрессии или без тревоги их принимает, кроме как нежелательных эффектов, он ничего не получит. Если же мы имеем перед собой пациента с депрессией, с тревожными расстройствами, то основная цель назначения антидепрессантов это снижение выраженности тревоги и депрессии. И на самом деле для того, чтобы начать работать, для того, чтобы антидепрессанты начали работать, должен пройти не один день, а несколько недель от 4 до 6. и только первичный ответ на терапию, то есть снижение выраженности тех или иных симптомов, оно может возникать к концу второй, второй, начало третьей, третьей недели терапии. То есть, если вам доктор назначает какой-то из антидепрессантов, то и настроение в течение 3-4 дней не улучшилось, это нормально. Так и должно быть. А вот если же все-таки вы чувствуете, что настроение становится каким-то чересчур приподнятым, чересчур хорошим, появляется слишком много энергии, слишком много планов, может тянуть на какие-то глупости, на которые до этого не тянуло, то здесь, конечно же, стоит сходить к врачу и ему об этом сказать, потому что вероятнее всего это может быть проявлением биполярного расстройства или инверсии аффекта. То есть то, чего на антидепрессантах быть не должно. При этом, на самом деле, есть антидепрессанты, они не только используются в практике лечения депрессии, тревоги или психических расстройств. Например, существует один из антидепрессантов, это антидепрессант двойного типа действия, селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, то есть тех нейротрансмиттеров, которые отвечают во многом еще за болевые ощущения, за восприятие болевых ощущений. Это антидепрессант долоксетин, который имеет официальные показания для лечения диабетической полинеэропатии. И активно используется в практике врачей-эндокринологов. Прошу прощения. Теперь давайте же поговорим о методах профилактики депрессии. Ну, прежде всего, это здоровое питание, здесь представлена тарелка здорового питания, и тут показано, что необходимо как можно больше употреблять различных овощей, фруктов, и где-то в рационе должны присутствовать рыба, мясо, белковые продукты, ну и углеводы, но это должны быть цельнозлаковые углеводы, по минимуму различных сладостей, конфет, шоколады, особенно молочного и так далее. Потому что, как показывают исследования, чрезмерное употребление шоколада во многом, с одной стороны, может быть предиктором депрессии, а с другой стороны, кстати, это может быть и симптомом развития депрессии, потому что при депрессии, и при тревоге, и при депрессии, для того, чтобы снять стресс, люди очень часто начинают переедать, и вот то, что вот, и, как говорится, они заедают стресс. Еще один способ профилактики депрессии, это физическая активность, спорт, естественно, по мере сил, по мере возможностей, по мере соматического здоровья, но показано, что количество пройденных шагов значимо коррелирует, отрицательно коррелирует с выраженностью депрессии, и чем чаще человек совершает какие-то физические упражнения, делать физические упражнения, чем чаще человек, чем больше человек двигается, тем меньше вероятность развития депрессии, и более того, физическая активность спорта является очень хорошим средством и поддержание себя в тонусе и в хорошей форме при сахарном диабете, и люди, которые занимаются спортом, у них риск осложнений сахарного диабета существенно-существенно ниже, но надо еще раз скажу, здесь, конечно, не надо перегибать палку, и, конечно, занятия спортом должны приносить пользу, но никак не приносить вред. Еще один способ профилактики депрессии, что помогает профилактировать депрессию, это, естественно, отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь, употребление психоактивных веществ доказано, являются также доказанными предикторами развития тревожных и депрессивных расстройств. Ну и, помимо прочего, они, конечно же, существенно оказывают крайне негативное влияние на течение как самого сахарного диабета, так и на течение сопутствующих заболеваний. Курение во многом является фактором риска развития инфаркта миокарда, инсультов и других серьезных осложнений. посещение групп поддержки психолога, также групп поддержки среди пациентов с сахарным диабетом, среди пациентов с депрессией, тревожными расстройствами, также во многом помогает с одной стороны профилактировать тревожно-депрессивные расстройства, а с другой стороны помогает с ними справиться. Ну и, естественно, при адекватном лечении у врача-психиатра или у врача-психотерапевта. Один из наиболее важных способов профилактики как тревожно-депрессивных расстройств, так и повышения своей стрессоустойчивости это гигиена сна. Очень часто бывает так, что мы ложимся спать не пойми во сколько, то в 9, то в 11, то в 12, то в час и так далее. И просыпаемся на буднях мы просыпаем мало, просыпаемся рано, на выходных мы просыпаемся очень поздно, а человек это все-таки существо такое цикличное и подчинено саркодиадным ритмам. Поэтому очень важно, чтобы поэтому очень важно, чтобы человек ложился спать и просыпался в одно и то же время. И лучше всего засыпать до 12 часов. При этом за 10 минут до сна человеку надо начать уже готовиться ко сну и уже идти спать. Часто бывает такое, что человек ложится в кровать и сна как бы не в одном глазу. С чем это может быть связано? С тем, что очень часто люди используют кровать не только для сна, но и для просмотра телевизоров, телевизора, для чтения, некоторые едят в кровати и так далее. Играются. И уже у нас в голове возникает такой условный рефлекс, что вот если я в кровати, то я должен делать все, что угодно, но не спать. И поэтому одна из рекомендаций, связанных с гигиеной сна, это не пользоваться кроватью в дневное время, чтобы выполнять какие-то другие действия, нежели подготовка ко сну и сам сон. Естественно, такие вещи, как кофе, никотин, алкоголь, тяжелая пища, физическая нагрузка перед сном, они во многом ухудшают качество сна, они уменьшают вероятность быстрого и комфортного засыпания. Понятно, что это все активизирующие занятия, которые собственно связаны с выделением того же самого адреналина, если у нас много адреналина, то и картирол, то мы спать-то особо не будем. Ну и перед подготовкой ко сну необходимо убедиться, что в комнате, в помещении, где вы спите темно, тихо, и температура, а температура должна быть комфортной, но при этом относительно прохладной, потому что, как показывают результаты многочисленных исследований, если человек спит при в духоте и при очень высокой температуре, то его качество сна, оно значительно ухудшается. Как же мы реагируем на какие-то серьезные, на какие-то стрессовые ситуации, ну и даже не стрессовые ситуации, но вообще какие-то ситуации, которые с нами происходят? Вот возникает у нас какой-либо раздражитель, потом этот раздражитель провоцирует возникновение так называемых автоматических мыслей, причем эти мысли мы во многом можем даже не рефлексировать и не отлавливать. И, как правило, эти мысли, они строятся на наших убеждениях. Сами по себе эти автоматические мысли провоцируют какую-то эмоцию, а эмоции, собственно, провоцируют либо телесную реакцию, либо действие. И, на самом деле, этот универсальный механизм, который был описан в когнитивно-поведенческом подходе при проведении психотерапии, он свойственен каждому человеку. И, каким образом на основании вот этих знаний мы можем повлиять и помочь себе упорядочить наши мысли, эмоции и, соответственно, телесные реакции и наше поведение. Возьмем такую цепочку. Ну, цепочку, с которой очень часто сталкиваются люди, болеющие с сахарным диабетом, там, например, они меряют, измеряют глюкозу по глюкометру, у них она примерно 9 ммол на литр, то есть это достаточно высокий уровень глюкозы. И у человека возникает мысль, что его уровень глюкозы всегда высокий, независимо от того, какие ли действия он предпринимает. исходя из одной из ошибок суждения хорошей-плохой, то есть дихотомического мышления, то есть у него возникает мысль, что это плохое значение глюкозы, это плохое течение сахарного диабета, а значение глюкозы, они, конечно же, у него в голове классифицируются как хорошие, так и плохие. Из-за этого возникает чувство беспомощности, несостоятельности, вины, а раз это чувство возникает, то человек чувствует себя беспомощным, зачем же ему дальше измерять глюкозу, раз вот эти показатели приводят к таким негативным по его мнению эмоциям. И на самом деле существует несколько методов, несколько способов навыков совладания коррекции своих собственных убеждений и своих собственных эмоций, которые приводят к такому дисфункциональному поведению. И первый этот навык, первый навык, это навык безоценочных суждений. То есть, мы должны наблюдать на происходящее, оценивать только факты, без классифицирования, без оценивания на то, хорошие они и плохие. Мы просто их отмечаем, мы просто их констатируем. да, эти факты есть, да, это есть, и возможно, с этим надо что-то делать. При этом действительно нужно признавать различия между тем, что что-то полезно, что-то вредно, что-то опасно, что-то безопасно, но при этом не говорить об этом с точки зрения с точки зрения хорошо или плохо. То есть, например, сигаре курения это вредно, это опасно, но это не хорошо и не плохо. Второе, радикальное принятие. То есть, что такое радикальное принятие? Это ни в коем случае не смирение с действительностью, это именно принятие того, что вот такая-то ситуация происходит. Например, у меня сахарный диабет, я это принимаю, я это понимаю. То есть, что это такое? То есть, радикальное это означает полностью и абсолютно принять реальность такой, какая она есть. Это означает принять реальность как умом, сердцем и телом. Но при этом, и если вы начинаете принимать реальность, вы перестаете с ней сражаться, то пропадает раздражение из-за того, что она не такая, какая нам бы хотелось бы и проходит вот это чувство обиды того, что реальность плохая и не такая, какая нам бы нам нужна. И зачем на самом деле нужно радикальное принятие? Если мы не принимаем реальность, то мы не можем ее изменить. изменение и изменение самой реальности прежде всего требует в том, чтобы проконстатировать наличие, проконстатировать эту реальность и принять ее. Вот, например, у человека сахарный диабет, если он это принимает, он начинает, обращается к врачу, начинает что-то с этим делать и сахарный диабет течет легко, спокойно. Человек принимает поддерживающую терапию метформином и, соответственно, но продолжает жить нормальной жизнью. Если же он этого не принимает, если же он отрицает наличие сахарного диабета, то он, собственно, и не будет с ним бороться. Как можно бороться с тем, чего нет? И на самом деле отказ от того, что мы принимаем эту реальность, приводит к тому, что мы испытываем чувство обиды, гнева, печали, вины и многие другие болезненные и нехорошие эмоции. При этом мы можем опечалиться из-за того, что мы принимаем и осознаем то, что у нас есть сахарный диабет, но мы понимаем, что мы с этим можем что-то делать и поэтому после этого мы испытываем ощущение и чувство покоя и уверенности в своих действиях. Еще один навык, который, собственно, помогает немножечко упорядочить свое поведение, сделать его более функциональным, это навык эффективности. То есть, мы сталкиваемся с проблемой с какой-то и нам необходимо оценить реальные цели для решения этой проблемы. Что мы хотим в этой ситуации и что необходимо для достижения этих целей и задач. После этого мы должны проанализировать, что реально может работать, а что не работать. и действовать настолько искусственно, настолько это возможно. То есть, мы должны полностью принимать вот эту ситуацию, а не видеть ее так, как мы хотим видеть и выполнять те действия, которые нам необходимо выполнить. ну и для того, чтобы быть эффективным, естественно, нужно освободиться от упрямства и желания сидеть дома, сложа руки и ничего не делать. Потому что, если мы будем, если мы так будем делать, то, естественно, мы не решим проблему, не решим задачу. И если этими навыками мы будем пользоваться, то что получается, что уровень глюкозы 9 ммол на литр. безоценочное суждение это простое число, а не суждение, они хорошо или плохо. Что я могу с этим числом поделать? Как я могу этот уровень изменить? И, соответственно, уже в голове появляются какие-то конкретные шаги, которые повлияют на изменение этого уровня глюкозы. Обращение к врачу, к специалисту выполнения тех или иных рекомендаций, соблюдение диеты и так далее. И вот это все приводит, по сути дела, к решению проблемы. А если проблема решается, то у человека появляется уверенность в себе и он продолжает дальше контролировать уровень глюкозы в крови. То есть здесь мы можем видеть, насколько хорошо работают навыки безоценочности, принятия и эффективности. Ну и в конце своей лекции я бы хотел рассказать немножко о нашем центре. я работаю в научно-практическом центре имени Соловьева. Мы занимаемся лечением пациентов с непсихотическими и психическими расстройствами, то есть как раз лечением тревожно-депрессивных расстройств. у нас огромнейший штат врачей и соматологов, которые помогают обследовать обратившихся к нам пациентов. Поэтому мы очень часто берем людей с коморбидными соматическими заболеваниями, потому что мы знаем, наши специалисты по многому помогают их тоже контролировать. И соответственно в нашем центре используются различные планы метода лечения, начиная от психофармакотерапии, там где она показана, причем это щадящая психофармакотерапия без назначения препаратов с достаточно серьезными и выраженными нежелательными эффектами. Мы используем психотерапию для лечения и компенсации психических расстройств. Ну и также много различных нелекарственных методов лечения в виде массажей, иглорефлексотерапии, физиотерапии, транскорниальной магнитной стимуляции и так далее и тому подобное. Здесь на слайде указаны наши координаты и адрес. Мы находимся в центре Москвы, на станции метро Шабловская, улица Донская, дом 43. Тут у нас есть несколько филиалов амбулаторной службы. Они находятся в центре Москвы тоже. Один на Златоустинском переулке, это станция метро Китай-город, второй на Пантелеевской улице, это станция метро проспект мира. Ну и внизу там вы увидите наш сайт, можно туда зайти и ознакомиться со всей информацией о нашем центре. и спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...